Услугой МНП по бесплатному переходу от одного мобильного оператора к другому и сохранением своего номера могут воспользоваться только верифицированные абоненты, у которых номер привязан к паспортным данным. Об этом сообщили в центре радиочастот. Сам процесс перехода может занять около трех дней. Сделать это дистанционно не получится, ведь для получения сим-карты нового мобильного оператора необходимо прийти непосредственно в колл-центр. В первую очередь абонент, который хочет перенести свой номер телефона в другую мобильную сеть, должен зарегистрироваться у своего мобильного оператора, поскольку воспользоваться услугой МНП могут только идентифицированные клиенты. Далее зарегистрированный абонент должен подать заявку оператору, к которому он хочет перейти. Это можно сделать в письменной форме, обратившись в фирменный магазин оператора, либо дистанционно заполнив регистрационную форму на сайте. Представители операторов говорят, по статистике в среднем не более 10% от всех абонентов зарегистрированы со всеми необходимыми для перехода данными. Сам процесс переноса номера организует оператор-получатель. Он направляет запрос базовому оператору о возможности переноса номера. Если данные абонента корректны, базовый оператор подтверждает возможность переноса номера и заявка идет в централизированную базу данных. Оператор-получатель должен проинформировать абонента о результатах рассмотрения заявки и заключить с ним договор о предоставлении услуги. Внедрение программы прилично затянули. В Минюсте порядок предоставления услуги переноса абонентских номеров был зарегистрирован еще в сентябре 2015 года. Планировалось, что услуга заработает в марте 2016. Однако возникли проблемы с проведением конкурса на закупку услуг по внедрению системы. Окончательную дату запуска услуги 1 мая нацкомиссия утвердила в августе прошлого года. А вот как там удалось узнать, во Франции такая система работает уже много лет. Если вы хотите перейти с одного оператора на другой, то есть вы обращаетесь к своему оператору, уведомляете его просто о том, что вы хотите перейти к другому, и этот другой оператор берет на себя все обязательства, все денежные, то есть то, что нужно вложить, например. То есть они оплачивают другому оператору, то есть полностью вас совершенно бесплатно переводят на другой номер. А как давно во Франции эта программа работает? Во Франции? Ну, я во Франции живу уже порядка 10 лет. То есть я знаю, что с того момента, как я живу, я могла всегда перевести на другой номер. Также у нас, чтобы перейти, нужно закрыть все долги перед старым оператором. Для того, чтобы перейти на нового телеком оператора, безусловно, нужно погасить задолженность перед текущим оператором. И наоборот, если у абонента остались средства на счету, им рекомендуется использовать остаток средств на сим-карте до момента переноса. Фактически программа работает со среды, и люди уже стали подавать заявки. Статистика подобных переходов в европейских странах не превышает 5% от общего количества абонентов. Но как будет в Украине, пока не ясно. Дмитрий Богомолов, Владимир Рывжич, телеканал Репортер.